Итак, дорогие друзья, мы продолжаем следить за ходом наших трансляций. У нас идёт очередной третий тур второго официального чемпионата Москвы по мини-футболу среди корпоративных команд. И снова на поле чёрные и белые цвета на Сирос HSBC и МРТС Инжиниринг. Ну, можно ли назвать эту встречу принципиальной, глядя на турнирную таблицу? Ну, в принципе, можно, потому что команды сейчас занимают места, ну, скажем так, соседствующие. То есть, не так уж много их очков друг от друга отделяет. У HSBC в настоящее время 13 набранных баллов, у МРТС Инжиниринг 6 очков. Но, при всём при этом, у МРТС Инжиниринг на несколько, на две игры меньше. Это значит, что, ну, вполне-вполне могут они побороться за то, чтобы уже по итогам сегодняшнего тура сбросить HSBC. Со своего места в турнирную таблицу сейчас первое попадание в штангу. Зафиксировано хорошо. Что начали эту встречу футболисты HSBC и угловой. Разыграли на коротке. Сразу удар по воротам. И по-прежнему нету в составе HSBC. Ремнёва получил он повреждения. Вот, кстати, сейчас периодически попадает к нам в кадр. Внимательно следит, стоит на скамейке. И, может быть, даже какие-то реплики его будут попадать в камеру. Но я постараюсь своими более громкими высказываниями эти реплики, особенно негативные, постараться заглушить. Всё-таки надо помнить, что нас смотрят и дети, и не совсем испорченные подростки. Так что их надо беречь. Ну и давайте посмотрим, встречались ли у нас команды ранее. Может быть, есть какие-то дополнительные интриги в их противостоянии. Но встречались они однажды... О, какой сейчас момент. ЛБГО точно вошёл бы в подборку. На Кубке Спорта и Бизнеса они играли в 2014 году. Ну, тогда 3-1 победа и ЧСБС. Ну, много времени прошло с того матча. МРТС Инжиниринг прибавил в опыте. И просто так, одаваться, разумеется, не будет. Тем более, что всё-таки, ещё раз скажу, есть большие потери в составе ЧСБС. Ну, вот в матче с Майкрософт отскочили, что называется. Начинали встречу в три полевых игрока. Затем появился габарет, стал четвёртым полевым. А во втором тайме Царёк сумел натерёк на форму Сергея Ремнёва. И вышел пятым полевым игроком. Но получится ли это сделать сейчас? Всё-таки МРТС Инжиниринг – это не Майкрософт. Здесь немного другой опыт. Спешим сильниво. МРТС, в первую очередь, команда более опытная. Чурёмокинг выбивает далеко. Ну, вот она тактика HSBC на сегодня. Выбивает много борца. А вот он как-то за них зацепится, что-нибудь допридумает. Много выстрелов в поворотном черёмке, да? Это уже тактика МРТС Инжиниринг. Сейчас же нарушение правил. Разыгрывает на коротке МРТС Овц. Ну, вот удалось сейчас прервать опасную передачу в упорниках. Ну, и снова туда, на пятачок. Вот опасные моменты такие возникают у тех и у других. Удар очередной. Даже два удара. Долгое будет HSBC. Где стим. Везёт, конечно. Пока больше держатся и контратакуют. Ну, в Европе и мире большое количество команд, которые все свои матчи проводят именно таким образом. И одной даже удалось таким образом выиграть Лигу Чемпионов. Лигу Чемпионов здесь легко справились. Первый тайм здесь ещё нужно позволить себе поошибаться, где-то не реализовать момент. Соперники момент не реализуют, поэтому можно подумать, что до определённого момента тебя соперники будут прощать. Нет, конечно, тоже обманчивое впечатление. К тому же, да, МРТС сегодня тоже первый свой матч проводит. То есть, разминается вот прямо сейчас по ходу встречи. Трехватрирован со своей штрафной. Здесь, да, не с кем отыграть назад. Борцу приходится одному что-то создавать, выдумывать. Только сейчас поддержка и удар слёта. Быстрая контратака МРТС. Чуть быстрее бы бежал седьмой номер, был бы гол. Черёмкин снова нога борца. Да, достаточно жёсткое столкновение, но надо помнить, кто является разрушителем ОХС-Би-Си. Без синяков с поля ещё никто не уходил. Две минуты ещё играть. Две минуты, пацаны, двигаемся, двигаемся, пацаны. ОТС-Би-Си показывают друг другу больше двигаться. Активнее перемещаться по площадке. Ещё один стандарт. Нет, здесь мяч не лёг на ногу. Быстрый заброс, габарец один, удар, гол, 1-0. Серёмухин забивает на свой счёт передачу. Габарец забивает. Ну вот сколько уже раз за тайм мы видели такие забеги до бокса. И рано или поздно должен был один из таких забегов поменчаться успехом. 1-0 классический гол в раздевалку. Сработала тактика HNBC, но в виде, конечно, второй тайм. И там может всё значительно измениться. Смотрим, ждём. Бук получается эмоциональный, событийный. Нету никакой возни в центре. Все сразу бегут вперёд. Второй тайм. Луковников не часто начинает атаки своей команды. Как правило, стремится быстрее расстаться с мячом. Но он сейчас и с его помощью в том числе удалось заработать в голову. В принципе, рассказывает поспокойнее играть, держать мяч. Ну, неужто счёт 1-0 хотят удержать футболисты HNBC. Играть-то ещё очень долго. Габарет в одиночку прорвался. Просильзий штрафной. И многим показалось, что да, должен он быть. С чего было, собственно, падать к борцу. Он делал передачу на Царёва исключительно с тем, чтобы потом получить обратный пас. Царёв наверняка бы эту передачу сделал. Но судьи находились ближе к месту развития событий. Ну, ещё один момент и второй гол. Георгий Кучаев его забивает с передачи Царёва. Вот, не к борцам едином красна команда HSBC. Может быть, слишком рано Царёв оставил поле ради капитанского мостика. Не слишком уж его укачали волны и морская соль. Не вымыл из него все навыки футболиста. Вот сейчас такую замечательную передачу сделал на Кучине. Штрафной ударом РТС у мяча. Вот это да. Вот такое увидишь нечасто. Андрей Соловьёв делает счёт 1-2. Просто великолепный гол. Таких штрафных мы не видели давно. Пытается быстро ответить HSBC. Здесь угловой. С Черёмухиной играют. 1-2. Ну, теперь должно пойти дело повеселее у МРТС. Здесь можно смело говорить, что разминка окончена. И подтверждают это они. Иван Григорьев выравнивает счёт. 2-2. Быстрая молниеносная передача. Здесь все проскочили мимо мяча. И гол. Ну, здесь уже Черёмухин надёжен. Всё-таки, надо сказать честно, в двух предыдущих моментах у него не было никаких шансов. Здесь Черёмухина. Прикнуть нефть. В этом матче ему остаётся только и делать, что спасать свою команду и вот выполнять такие забросы. Тайм-аут берёт МРТС. Вроде бы только у них прям наладилась игра. Но пауза тоже не помешает. Лишний раз подумать, обсудить, расставить заново игроков так, как хочется и видеться капитану. Дело полезное. Вернулись команда на поле. Ещё один стандарт. Ну, это с мяча его. Не получается, сколько борца в контратаку бежать. Хорошая получилась комбинация. Да, сколько же здесь было точных передач сразу и не сосчитать. Демирель Сулейманов выводит МРТС вперёд. Основная заслуга в этом мяче не у Демиреля, но свою задачу он выполнил просто блестяще. Ещё один фоул со стороны HSBC. Помним, один из таких привёл к пропущенному мячу, так что, может быть, и не следует злоупотреблять фолами игрокам в чёрной форме. Играть-то ещё достаточно долго. Кучаич здесь, носка бьёт. Ещё один удар. Царёв пыль прикладывался. Крёмхин очень правильно подобрал момент, чтобы выйти из ворот. Чуть припозднился бы. И вот здесь снова опасно. Только похвалил, сразу ошибается. Чуть припоет. Тут, видимо, ещё и HSBC собирается брать тайм-аут. Да, берёт. Очень приятно. Такие два голова. Чуть-чуть и выпал. А так можно, чуть-чуть зайдите за швапку. Потому что он уже на другое время. Я счету, пока можно. Глава швапку. Нет. Ну ты кричал на руки. Я думал, что ты их делаешь. В районе Райклзе. Как едешь, все равно. Нам надо же его сделать. И все, вернулись команда на поле. Продолжают игру. Снова вперед. Вот. Если несколько раз. Оправдывала себя. Попробуй. Попробуй. Почему бы и не повторить. Давай, давай, давай. Поли все те же. И соперников игроки. Попробуй. Миборь. Хорошо чувствуется. Есть, если третье транскредит. И запатентовал такую тактику. Но не пользоваться. Вот Черёмухин уже идет забивать сам. Нам всем известно. Черёмухина забивать решающие мячи. Очень важно, конечно, мяч не терять. Пол МРТС-Engineering. Шанс для Габарца. Будет штрафной. Да, конечно, не самая лучшая позиция для удара, но здесь решился. Отбивание был он же. Всё меньше времени остаётся до финального свистка. Средняя минута чистая, но она не бесконечна. Всё. Финал. Три-два. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...